Иван Горюнов готовится стать папой, а потому тщательно следит за своим здоровьем. Тест на ВИЧ он сдает каждый год. Признается, в результате уверен всегда. Но легкое волнение испытывает каждый раз. Я уверен, что каждый год сдаю и нормально все. Но все равно есть небольшая такая доля волнения. Сегодня я пришел, у меня вот жена беременна, я пришел, чтобы все было хорошо, был ребенок здоровый. Иван, как и специалисты спидцентра, советует всем ежегодно проходить тест. Если же результат вдруг будет положительным, отчаиваться нельзя ни в коем случае. И тем более откладывать лечение. Если начать его вовремя, уверены пациенты со стажем, можно жить в полную силу. Сумочувствие как-то я особо не замечал, что в поле стало. Но сейчас, в общем-то, нормально все чувствую. Так же, как врач подписал, принимается все нормально. Конечно, надо заниматься собой. В общем-то, человек, если как бы сказать, хочет в дальнейшем существовать нормально, в общем-то, тогда пожалуйста. По последним данным, всего в Самарской области проживают почти 35 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это 1% населения. Цифра держится на одном уровне. Это значит, что снижена смертность больных, а также снижается рост первичной заболеваемости. Среди впервые выявленных все меньше становится и молодых людей в возрасте до 25 лет. А охват больных под диспансерным наблюдением увеличен до 88%. Этой положительной динамики удалось добиться благодаря хорошо выстроенной системной работе. Главное, больше возможностей стало для профилактики населения. Мы сегодня работаем, имеем возможность работать не только для больных ВИЧ-инфекций, но и для всего населения. Для всех, кто мотивирован сохранять свое здоровье. И самое главное, это для молодого поколения. Сегодня мы развиваемся с четкой отработанной технологией работы. Врачи центра говорят, что хотя тест на ВИЧ дело добровольное, пройти его обязан каждый, кто заботится о своем здоровье. Это можно сделать бесплатно в центре или на выездных акциях с экспресс-тестами. На получение результата анализа уходит всего 20 минут. Благодаря таким тестам свой ВИЧ-статус знает уже пятая часть жителей губернии. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.